Привет, друзья! Да, вы все прочитали абсолютно правильно. Сегодня я буду рассказывать о топ-5 ошибках, которые совершают начинающие и выполняют такое упражнение, как подтягивания. Ну, Антон, зачем делать еще одно видео об ошибках начинающих? Таких же роликов полно на ютубе, уже все давным-давно разобрали. Мне тоже так казалось, ребят, тоже так казалось. Но каждый раз, когда я прихожу на площадку и вижу, когда кто-то делает ошибки, выполняя подтягивания, я понимаю, что, видимо, не все смотрят эти ролики. И, значит, надо сделать свой ролик, в котором я расскажу еще раз об этих ошибках, и, может быть, человек посмотрит и сможет их избежать. Я хочу сразу оговориться о том, что не буду говорить такие слова, как правильно и неправильно, потому что они сами по себе подразумевают наличие субъективной оценки. Как бы это объяснить попроще? Если есть тот, кто оценивает ваши подтягивания... Ты не будешь смеяться, ты не будешь плакать, ты будешь учиться от ты... Тогда можно говорить о том, что правильная техника есть, есть неправильная техника. Например, вы сдаете норматив в школе или на работе, и вот у принимающей стороны у них есть определенные критерии, по которым они оценивают ваши подтягивания. И ваши подтягивания должны соответствовать этим критериям. Если они не соответствуют, значит, они неправильны. Если они соответствуют, значит, они правильны. Так же, как есть строгие подтягивания, есть киппинг подтягивания. И ребят, занимающиеся кроссфитом, они не считают, что киппинг подтягивания – это неправильно. И в принципе, да, это действительно так, нельзя назвать их неправильными Потому что это субъективная оценка Давайте говорить в терминах объективных Есть вот у нас термин безопасно, есть эффективно Если сравнивать киппинг подтягивания со строгими подтягиваниями То, во-первых, они менее безопасные Потому что вы бросаете себя вниз И, соответственно, создается чрезмерная нагрузка в плечевом суставе Которая может привести и очень часто приводит к травме И также менее эффективно с точки зрения нагрузки на мышцы Потому что большая часть амплитуды проходится за счет инерции Создаваемой вот этим вот первоначальным махом ногами А не за счет силы мышцы Вот это вот объективные показатели, по которым можно сравнивать Но говорить, что строгие подтягивания это правильно А киппинг подтягивания это неправильно Если у вас нет четких критериев Если вы занимаетесь просто для себя То это будет не очень корректно Ну а теперь, когда это сказано Давайте перейдем непосредственно к ошибкам, которые допускают начинающие И первая ошибка Люди начинают подтягиваться Пытаться подтягиваться на перекладне слишком рано С чего они вообще решили, что они могут подойти и начать подтягиваться? Вы же не приходите в зал и не начинаете сразу сжать 100 килограмм, правильно? Начинайте с маленьких весов Это логично Если ты не можешь делать 20 австралийских подтягиваний Касаясь грудью переклади То тебе еще слишком рано делать настоящие подтягивания Даже пытаться их рано Ты можешь залезть на перекладину Будешь что-то там дергаться Пытаться сделать Но оно того не стоит Сначала научись делать австралийские подтягивания 20 повторений И вот когда ты уже сможешь их сделать Значит, у тебя есть достаточно сил для того, чтобы пытаться Научиться делать полноценные подтягивания Собственно, почему это важно? Это важно потому, что подтягивание Это очень сложное упражнение И самая сложная в нем часть Это первоначальная часть Когда ты полностью повис на перекладине И пытаешься себя потянуть силой мышц У большинства людей Недостаточно силы в спине Недостаточно силы в руках И поэтому, чтобы пройти вот эту вот мертвую точку вис Они начинают помогать себе ногами Они там дрыгают ногами Делают какой-то маг Чтобы просто ее преодолеть и дальше дотянуть Это не самый эффективный способ Если у тебя не хватает сил, чтобы сдвинуть свое тело с мертвой точки Возвращаясь к австралийским подтягиваниям Можешь также добавить в своей тренировке Негативные подтягивания Когда ты запрыгиваешь И медленно опускаешься Можешь добавить подтягивания В половину амплитуды Когда ты допрыгиваешь до половины И затем дотягиваешь себя доверху И работаешь вот в этой амплитуде Если пока у тебя не хватает сил Но выполнение полноценных подтягиваний Любой из этих вариантов Будет более полезный Более эффективный Чем подтягивание Сдрыганием ногами Возможно, когда камера стоит против солнца, меня очень плохо видно Я это увижу только на монтаже, поэтому сейчас сложно сказать Но если что, сразу извиняюсь Третья ошибка, о которой стоит сказать с точки зрения эффективности упражнения Это ноги Очень часто можно увидеть, как люди подгибают ноги назад Либо выводят ноги вперед И таким образом облегчают себе подтягивания за счет смещения центра тяжести Они делают его чуть ток выше, им становится легче Задача ваша на тренировке дать себе нагрузку Если вы ее облегчаете, то какой в этом смысл? Самый сложный способ подтягивания в том, что касается ног Это держать их строго перпендикулярно земле Ровными, соединенными, а не болтающимися Вы же там не какая-нибудь Анастасия Волочкова, верно? Ноги должны быть вместе И ровными Чтобы это осуществить, вам нужно также напрягать пресс То есть таким образом пресс работает в подтягивании Если посмотрите на большое количество занимающихся на площадке У них пресс не работает И поэтому они говорят Ну, блин, в подтягиваниях пресс не работает Его надо дополнительно качать Конечно, он не работает, если ты его не включаешь Опять улетело Но если ты делаешь по технике Если ты делаешь упражнение таким образом, чтобы дать тебе максимальную нагрузку То здесь и пресс задействуется И ноги, в частности, разгибатели бедра Потому что нужно держать ноги прямыми Четвертая ошибка в подтягиваниях Если ты уже преодолел мертвую точку внизу Если ты уже подтянулся доверху То здесь ты можешь столкнуться с четвертой ошибкой Я не знаю, кто вбил людям в голову Что обязательно подбородок должен быть над турником Но многие ставят это выше, чем самого подтягивания И поэтому стараются достичь этой цели любыми способами Очень часто это выглядит так, что они пытаются дотянуть изо всех сил Стараясь вытянуть свою шею как можно выше При этом не дотягивая спиной Если опять же мы вернемся вот к нормативам в школе К нормативам там на работе, где угодно Где вам не важно, как вы подтягиваете Важно, чтобы подбородок был на это перекладиной Это имеет смысл, чтобы сдать норматив Если у вас не хватает сил Но если мы говорим о тренировке То в этом вообще нет никакого смысла Помимо того, что вы создаете членмерную нагрузку на позвонки Которые находятся в шейном отделе Можете получить травму, которая будет вас представлять всю вашу жизнь Очень-очень сильно мешать в жизни Помимо этого, это также не дает нагрузки Ни на мышцы спины, ни на мышцы рук А подтягивание это что? Это основное упражнение для тренировки именно этих мышц Поэтому, если вдруг, выполняя подтягивание Ты упираешься в какую точку И ты видишь, вот у тебя перекладина здесь Подбородок здесь Подбородок под перекладиной Но ты не можешь себя вытянуть дальше Не надо Не надо тянуть никуда шею Не можешь вытянуть дальше Окей, значит, ты пока выполняешь упражнение в этой амплитуде Наберешься сил, наберешься выносливости Пройдет время, ты сможешь подтягиваться выше Будешь продолжать тренироваться Сможешь подтягиваться до груди Сможешь подтягиваться до живота Если будешь тренировать именно силу мышц Ты не сможешь живот вытянуть наверх, над перекладиной Как ты делаешь это с подбородком, если ты тянешь шею Это бессмысленно Но, тем не менее, посмотри вокруг Приди на площадку, посмотри, что делают люди Как они подтягиваются И ты увидишь, что очень-очень-очень многие попадают в эту ошибку Это обычный текст, но, кстати, не очень много подтягивает Там, брат, 10-15 максимум А потом говорят, что Ох, как тяжело добраться до двадцатки Конечно, тяжело Если ты не тренируешься, нифига нормально Если ты нормально будешь тренироваться То до двадцатки добраться вообще очень просто 20-25-30 подтягиваться Нет ничего сложного Просто требуется время и регулярные тренировки И, наконец, пятая и последняя ошибка Когда ты уже вот потянулся доверху И опускаешь себя вниз, очень часто можно увидеть, как люди просто берут и роняют тебя вниз Я не знаю, зачем Но это очень-очень непродуктивно И очень небезопасно для здоровья плечевых суставов Потому что вот эта вот дерганая нагрузка Когда ты вот в самую нижнюю точку падаешь Она как бы амортизируется через твой плечевой сустав И плечевой сустав это один из самых подвижных суставов в теле человека Который очень-очень легко травмировать А когда ты своей тушкой в 60-80 килограмм просто вот дергаешь его Это не очень здорово, поверь мне Поэтому после того, как ты вот потянулся доверху Ты опускаешь себя вниз Не обязательно опускать себя медленно Но важно опускать себя подконтрольно Чтобы в каждой точке движения ты контролировал нагрузку Помимо этого, это также создаст дополнительный стресс для твоих мышц Потому что так ты вот просто себя роняешь и мышцы расслаблены А так ты опускаешь себя медленно и они постепенно расслабляются То есть сохраняя напряжение, увеличится время под нагрузкой И упражнение становится более эффективным А эффективность и безопасность это два основных момента На которые мы обращаем внимание, когда говорим о технике выполнения упражнений Вот такое небольшое видео про основные ошибки начинающих в подтягивании получилось сегодня Если оно тебе понравилось и ты считаешь его полезным, то напиши в комментариях Мне будет приятно Вообще есть идея снять целый цикл таких видео про разные упражнения Разобрать по пять основных ошибок начинающих в каждом из них Если хорошая идея, то тоже напиши в комментариях На этом все на сегодня Я продолжаю двигаться к цели в 100 тысяч подписчиков Поэтому если вдруг ты смотришь это видео, но еще не подписывайся на канал Обязательно это сделай И нажми на колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о новых роликах Антон Кучумов, Воркаут Фитнес Городских Улиц Пока Обожженную кусачим пламенем ладонь Пытаюсь удержать как можно дольше над огнем Если в итоге не смогу не одернуть ее Значит это не мое Субтитры сделал DimaTorzok